МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди них ряд новичков. Сразу три команды сумели организовать студенты Полесского госуниверситета. Гостями турнира также стали футболисты из Дрогичина и Столина. Не первый раз в городских состязаниях заявляются спортсмены из Пинского района. Конкурирует на площадке, и команда старожил из нашего города – это Торнадо. Коллектив имеет уже десятилетнюю историю, может, и не сильно насыщенную победами, но со своими амбициями и желанием играть в футбол. Команда создавалась как бы из обычных ребят с одного района. Как бы годик поиграли так, и потом решили заявиться на городские соревнования. Ну, много его как бы сразу не получалось. Но в 2015 году как бы наконец-то долгожданно мы заняли первое место по мини-футболу среди команд первой лиги. Борьба Торнадо в Кубке уже принесла команде успех. В минувший четверг они переиграли спутник Полесье, которому пришлось покинуть состязание. По правилам Кубка матчи проходят на выбывание. Если между командами случается ничья, назначается серия пенальти, по результату которых выявляются победители. У Торнадо хватает боевого духа и оптимистичного настроения на игру, в том числе со своим главным соперником. А это, говорит Сергей Шиловец, команда Молотковичи. Для того, чтобы совладать с ними, Торнадовцы приложат все усилия. Ребята, видно, как давно мы не собирались в первый игру, как мы вышли. Видно по ребятам, глаза горят, хотят побеждать, как давно не играли вместе. До окончания кубковых состязаний осталась всего одна неделя. В четверг, 17 декабря, состоится полуфинал, а в следующую среду намечен финал турнира. В Пинске из Дюшор номер два прошла внутришкольная спартакиада по баскетболу среди начинающих спортсменов, юношей и девушек 2010 года рождения и моложе. Между собой на баскетбольной площадке сразились пять команд. Три из них юношеские. Эмоции в поединках царили нешуточные. Тем более, чтобы поддержать начинающих спортсменов, активно помогали их родители. Чемпионами в итоге удалось стать подопечным тренера Вадима Киселя. В борьбе за победу они с небольшим преимуществом. 16-14 обыграли команду своих сверстников, которую готовил Григорий Колб. Как раз он является тренером и баскетболисток, победительниц этой спартакиады. Всех ее призеров наградили почетными дипломами и их ребята только начинают добывать в своей спортивной карьере. Опять не везет на льду. Пинские ястребы допустили очередное поражение у себя дома в матче с Новополоцким химиком. Противостоять лидеру турнирной таблицы было нелегко. Пинчане долго не давали себе забить. Увы, гости оказались удачливее и открывают счет на 24-й минуте. На 32-й минуте химик уходит в отрыв и укрепляет свое голевое преимущество на 60-й минуте матча. Таким образом, новополоцкая команда зарабатывает себе очки, которых после 21-й игры в наличии уже имеется 47. У пинских ястребов этот показатель самый низкий среди соперников – 23 очка. На два больше у ближайшего соседа по турнирной таблице – Беларусью-18. Уже улеглись страсти по большому футболу и завершила свое выступление в этом сезоне «Пинская волна». Об успехе команды говорить не приходится, но можно отметить наших спортсменов за их голевые достижения и эффектно реализованные мячи. Путем голосования определена десятка лучших забитых голов. Так, по мнению всего шести человек, неплохой мяч на счету Михаила Губанова в матче со спутником. Он же автор игола, организованного в поединке с Оршей. В этом случае семь любителей пинского футбола отдали свои голоса. Тройке наиболее зрелищных голов отдало предпочтение уже побольше человек. Так признали зачетным и присудили третье место за мяч еще одного российского легионера волны – Искандара Зарабекова, который забивает в сетку Кругачеву. Этой же команде Искандар заколачивает еще один эффектный мяч. И наиболее массово голосовали болельщики за гол Дениса Ковалевича. 60 человек сочли красивый мяч, которым наш полузащитник с дальнего расстояния расстреливает ворота соперника. О других спортивных новостях расскажем в следующем выпуске нашей передачи. До встречи!